Недавно в одном из производственных помещений компании OHB в городе Бремен в Германии была собрана и протестирована небольшая платформа. На ней разместится EDRS-C, второй терминал Европейской системы обмена данными. Первый терминал EDRS-A запустили в 2016 году на борту спутника U-309B, так что EDRS-C станет первым спутником, предназначенным исключительно для миссии EDRS. Как и его собрат, EDRS-C выйдет на геостационарную орбиту и по лазерному лучу будет получать данные со спутников с низкой околоземной орбиты, а потом передавать эти данные на Землю. Такая двойная передача данных может также использоваться для отправки команд с Земли на спутники. EDRS – европейская система обмена данными, которая поможет решить проблему многих спутников на низкой околоземной орбите. Спутник выходит на 10-минутный сеанс связи со своей наземной станцией только один раз за виток, который длится полтора часа. Так, передача данных заказчику в Европе может затянуться на несколько часов. С помощью геостационарных спутников нам удалось сократить это время до 10-20 минут. Один из главных компонентов EDRS-C – его лазерный терминал. Им также оборудованы спутники на низкой околоземной орбите. Именно посредством этих терминалов и осуществляется связь. Эта технология обеспечивает высокую скорость передачи данных – до 1800 мегабит в секунду. Однако заставить ее работать непросто. Главная проблема – точность наведения. Нужно попасть лазерным пучком из одного космического аппарата в другой на расстоянии 40 тысяч километров. Еще одна проблема – стабильность пучка, ведь мы должны удерживать луч, пока передача данных не завершится, то есть не менее 10 минут. Европейская программа Коперник первой воспользуется технологией EDRS. Это позволит ее спутникам Sentinel-1.2 передавать данные практически в реальном времени. Еще один будущий клиент – Международная космическая станция. EDRS разработали Европейское космическое агентство и подразделение Airbus Group под названием Airbus Defence and Space, которое также будет заниматься ее обслуживанием в будущем. Обе EDRS A и C находятся над территорией Европы, поэтому будут обслуживать европейских клиентов. Что до общей мировой системы, для нее потребуется больше EDRS, рассредоточенных по всей геостационарной орбите. Поэтому наша следующая цель, над которой мы уже работаем – это создание Globenet. В рамках этой программы предусматривается запуск третьего терминала, который будет называться EDRS-D. Скорее всего, мы разместим его над Азиатско-Тихоокеанским регионом, вероятно, где-то над Японией. Globenet увеличит охват системы EDRS и привлечет новых клиентов. Одновременно, разрабатывая более эффективные лазерные терминалы, Европейское космическое агентство продолжит повышать пропускную способность всей системы, что еще больше повысит скорость передачи данных. Запуск EDRSC – это только начало строительства настоящей информационной космической магистрали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok